Фундаментальные экономические трудности, с которыми предстоит в ближайшем будущем столкнуться и Европе, и Соединенным Штатам, кризис в социальной сфере и признанный всеми европейскими политиками крах политики мультикультурализма, все это не мешает с маниакальной навязчивостью поучать все остальные страны, как им жить правильно. Продвижение ценностей для достижения конкретных целей в геополитике, такова сегодняшняя практика западной дипломатии. Уже порядком позабытые разоблачения сайта Wikileaks оказались вполне полезны для анализа международной политики Соединенных Штатов в отношении такой небольшой европейской страны Сербии. Анализы тем более интересного в связи с тем, что нынешний посол Соединенных Штатов в России Майк Макфол не раз в своих книгах и статьях научных сравнил Владимира Путина со Слободаном Милошевичем, сетуя на недостатки демократии в России. Недавно в Сербии вышла книга, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ее автор как раз анализирует разговоры о демократии и отторжении Косова, произошедшее с легкой руки американцев при полном согласии ревнителей всех западных ценностей. Из Белграда репортаж Евгения Баранова. На ста смешных страницах вот этой недавно изданной в Белграде книги, напечатанной на плохой бумаге, невероятная сага о политическом предательстве и измене. Главные действующие лица – представители высшего руководства Сербии, страны, политика которой до последнего времени, до момента вот этой публикации, представлялась совершенно необъяснимой и нелогичной. «Викиликс» или «Тайны белградских депеш». Идея этой книги была простой – отобрать из огромного массива закрытой американской переписки, выложенной на известном сайте «Викиликс», все, что так или иначе связано с Сербией. Очевидная разница между тем, что декларировали сербские политики, и тем, что происходило в реальности, сподвигла журналиста Николу Вырзыча буквально перелопатить свыше четверти миллиона документов. Результат превзошел все его ожидания. Опубликованные мной депеши однозначны от доказательства того, что за финансовую дипломатическую медийную поддержку прихода к власти в Сербии так называемых продемократических сил, оказанную в свое время американцами, наше руководство вынуждено теперь расплачиваться подчинением воле США, выполнением американских требований и указаний. Вся современная сербская политика, как внешняя, так и внутренняя, намертво связана с всего тремя, но очень принципиальными вопросами. Независимость Косова, вступление в Евросоюз и присоединение к НАТО. Судя по американским депешам, эти три позиции важны и для Вашингтона. Вынудить сербов смириться с потерей отнятого у них силы Косова, посулить им за это неизбыточную мечту о Евросоюзе и под шумок втянуть страну в НАТО. Ваислав Каштунец, на него в свое время пал выбор Запада. Он был той компромиссной фигурой, которой было решено сменить свергнутого в ходе профинансированной из США революции Милошевича. Однако, судя по депешам, тихий, скромный и неискушенный в политике Каштунец, ставший сначала президентом Югославии, а после ее окончательного развала премьер-министром Сербии, не оправдал оказанного ему на Западе доверия. Окончательным переломным моментом для меня стали президентские выборы в 2008-м. Именно в тот момент стало очевидным, что руки сразу нескольких иностранных послов в Белграде оказались по локте уже в наших внутренних делах. Именно тогда участники всех этих грязных дел не только перестали скрываться, но и стали хвалиться своими успехами. Между премьером и президентом состоялся разговор по приоритетным вопросам. Премьер отказался посвятить нас в детали. В ближайшие дни ждем подробностей от президента. Вот суть одной из депеш, отправленных в Вашингтон из американского посольства в Белграде. Представьте только, от президента страны ждут доклада в посольстве. Борис Стадич, амбициозный политик-демократ, став президентом, оказался куда сговорчивее своего коллеги по демократическому движению. По всем трем вопросам, вопреки Конституции Сербии. Наши власти постоянно твердят народу о том, что привержены принципу военного нейтралитета страны, отраженному в законе, что они не намерены продвигать процесс вступления Сербии в НАТО. Депеши говорят об обратном. В закрытых беседах президент клянется натовским функционерам, в верности твердит о том, что членство Сербии в НАТО – приоритет номер один. В тех же закрытых беседах Тадичу еще пять лет назад ясно дают понять, что Сербии не видать Евросоюза как своих ушей до тех пор, пока она не признает независимость Косово. Из Депеш видно, что президента в этом беспокоит лишь то, чтобы эта информация оставалась тайной. Ее огласка может свести на нет его президентскую кампанию, основанную по совету тех же американцев на том, что он единственный, кто сможет привезти Сербию в Европу. Что же касается независимости Косово, то в тот момент, когда десятки тысяч его сограждан ведут ежедневную борьбу на выживание, восставленную на произвол сюпаратистов провинции, когда сербские дипломаты бьются по всему миру за каждое слово на бесчисленных переговорах, когда Россия из-за Косово ломает копию в Совете Безопасности, президент Сербии в доверительной беседе сообщает о том, что он не будет препятствием усилиям международного сообщества по стабилизации в регионе, пусть даже включающим некую форму независимости Косово. Нас убеждали, что проблема нашего Косово связана исключительно с Милошевичем, что победившая демократия снимет все вопросы автоматически. Мне жаль, что тогда мы своими руками привели к власти в Сербии тех, кто превратил страну в колонию, управляемую из посольств, в первую очередь американского и английского. Активный участник свержения Милошевича и один из лидеров косовских сербов, доктор Яшич до недавнего времени возглавлял клинику в Косовской Митровице. Не так давно он был снят в должности, после чего с интересом обнаружил свою фамилию с рекомендацией дать ему пинка под зад в одной из американских Дипеш. Военный обозреватель влиятельной газеты «Политика» Мирослав Лозанский со скепсисом относился к публикации Дипеш, считая их одной из политических спекуляций, до тех пор, пока не прочитал в одной из них о себе. Обозначенный американцами как закоренелый противник вступления Сербии в НАТО, Лозанский убедился в том, что его биография изложена безукоризненно. Теперь он говорит, что если американцы написали правду про него, то вряд ли они стали бы врать про всех остальных. Окончательно я убедился в правдивости Дипеш, когда никто из упомянутых политиков даже не попытался опровергнуть то, что там сказано. Сейчас, 4 июля, очередь нашей элиты на коктейль в посольстве вытягивается на километр. Сегодня ты здесь никто, если не числишься в списке приглашенных на этот фуршет. Очередь на фуршет в американское посольство в Белграде. Под благословение посла Мэри Уорлик подходят министры, высшие чины генштаба, депутаты парламента, лидеры оппозиционных, в том числе националистических партий. Идиллия. Дипеши сообщают о том, что министр сербского правительства Расим Ляевич, например, во время еженедельного доклада в посольстве сожалел о том, что на этот раз не может сообщить ничего нового. Среди бесчисленных папок с уголовными делами, которыми занимается белградский адвокат Горан Петреневич, речь одна посвящена нынешнему главе сербской правительственной делегации на переговорах с Косовым Борко Стефановичу. Американская депеша с упоминанием фамилии этого высокопоставленного сербского дипломата в этой папке как вещественное доказательство совершенного преступления. Я уполномочен косовскими сербами инициировать уголовное преследование Борко Стефановича по обвинению в шпионаже и государственной измене. Депеши американского посольства за декабрь 2007 года свидетельствуют о том, что господин Стефанович передал американцам детали секретного плана действий правительства Сербии, который должен был вступить в силу в случае одностороннего проразглашения независимости Косово. По словам адвоката, прокуратура приняла к рассмотрению дела, но ход ему будет дан лишь в том случае, если нынешнее руководство страны проиграет предстоящие выборы. На данный момент эта папка – единственный реальный результат раскрытия тайн белградских депеш. В это трудно поверить, но до сегодняшнего дня в стране, позиционирующей себя как родина и насильственных демократических революций, никто из упомянутых в американских депешах высших должностных лиц не сказал ни одного слова в свое оправдание. И что еще более интересно, никто не задал им ни одного вопроса. Евгений Баранов, Игорь Крецков и Гораншин Прага. Воскресное время. Из Белграда.